Приветствую, я всё ещё Лилисян, ты всё ещё здесь. Изначально это видео должно было называться «Рисую 100 набросков за неделю», но потом что-то обествовало, и я поняла, что 100 набросков за неделю — это как-то просто, потому что набросок — это набросок. Весь прикол в том, что я уже успела отследить достаточно материала, но, понятное дело, это уже никто не увидит, потому что у меня другая идея. Как вы могли понять по названию, это 10 полноценных за два дня. Вот это уже звучит более убийственно. Если что, снималось всё в период с 13 по 14 июля, уходит почему-то 21-го, я же сегодня это домонтирую, правда? Надеюсь, но видео в любом случае экспериментальное, если вам зайдёт эта тема, то можно будет сделать что-то более масштабное. Идея вообще пришла с вот этой русалки, которую я нарисовала спонтанно. Она даже выходила в коротких видео тогда. Основной прикол этих полноценок в том, что они рисуются довольно быстро относительно других рабов. К примеру, я могу даже на набросок потратить больше времени, чем на вот это. Потому что, по сути, я начинала рисовать от пятна, без построений, без набросков и так далее. В лучшем случае у меня в голове сидела идея. Ну и плюсом я рисовала нестандартными для меня кистями из раздела краски. Ну, поскольку я изначально рисовала персонажей из головы, я случайно придумала себе ещё двух персонажей основных. Теперь помимо вот этой дамы у меня будет ещё вот эта дама и следующая. Но этот рисунок может даже пойти на аватар кучатиков в Телеграме. Кстати, заходите, у нас там весело. Да, кстати, следующую даму я рисовала кистью масляная краска, и это было ужасно. В том плане, что мне пипец непривычно, потому что я и до этого никогда не рисовала. Мне вообще-то кисть очень прикольно размазывается, по крайней мере, и на видео. Потому что на деле я так с ним удрила, но это кошмар. Не, ну ничего, когда бы я ещё и порисовала. Ну, я думаю, вот тут вот достаточно видно проблему. Я не люблю вдавливать силус в экран, но тут без этого было вот просто никуда, потому что линия не проводилась. Не то, что не проводилась, она смешивалась с нижним слоём. Да, потому что не предназначена для этого, конечно же. Да, не, всё хорошо, то у меня видео получается уже не 10 полноценных за два дня, а проклинаю кисть масляной краской в проклеите. И да, мы переходим к анимой персонажам. Я надеюсь, если вас интересовали только они, то вы перешли сюда по тайм-коду, они просто ушли с видео. Добрый день, в общем, это у нас Ренгоку. Обалденный тип, мне понравилось его рисовать, мне понравилась цвета, которую я подобрала. Если что, это кисть тоже из раздела краски, я только не вдаюсь в подробности, какая именно. Надеюсь, это не столь важно. Ну, а дальше у меня закончились идеи, какие кисти использовать, и пошли кисти из раздела... Как он там называется? Блин, надо посмотреть, я сюда вставлю скриншот, в общем. Нет, ну, так всегда, ну, конечно, ещё и тревога на фоне. Кстати, о тревоге дальше у нас Ренгейер. Максимально обалденный тип, чью способность я бы хотела взять на прокат. Ну, по крайней мере, тогда мне не мешали тревоги записывать озвучку. Кто понял, тот понял. Тут я решила попробовать другую схему, это, по сути, полноценка, которая наполовину набросок, или я понятия не имею, как это назвать, но вы всё сами видите. Дальше по такой же схеме идёт Медория на почему-то оранжевом фоне, ну, оранжевого ещё не было. Тут ещё будет такая обалденная магия, потому что я в конце решила сделать такое себе небольшое освещение, чисто на глаз, сделала какой-то шедевр. Может, мне кажется, но даже так это выглядит прикольно. Да, простят меня все люди, которые шарят за освещение. Ну, а дальше Хошенуай. Там, кстати, вроде как второй сезон выходит. Или ещё не выходит. Там вроде выходит, я видела какие-то картинки. Неважно, я потом гляну, потому что я его ещё не видела. Но сейчас всё выходит. И гляну, рассекающий демонов, но он уже вышел, откуда Ренгоку, и Мэггерусская академия, откуда Медория. Тоже выходит вроде как ещё. Ну, разве что, Ана Катитанов уже вышла, но там пообещали вроде как альтернативную концовку, поэтому я её тоже ожидаю. Треброзичек псов тоже, которые вообще непонятно, когда выйдут. Очень кстати, потому что следующий Чуя. Вот только с ним я ничего так намучилась, по той причине, что, ну, вы видите фон бирюзового цвета. Так вот, Чуя и бирюзовое освещение это плохая идея. В основном проблема была именно с волосами, потому что я не могла угадать оттенок. Ну, я думаю, здесь сейчас прекрасно будет видно сколько у меня было попыток. Попыток всё это исправить и сделать так, чтобы оно гармонично смотрелось. И ни о каком референсе и речи не шло. Я просто делала, как получалось. На минуточку этот человек постоянно говорит, что референсами надо пользоваться. Но мне было впадло. Ну, как я уже говорила, да простят меня все, кто шарит в освещении. Но по итогу вроде получилось довольно таки... нормально. Нормально. Но следующая полноценка будет немного необычная, потому что я назвала её полноценкой только потому, что тут очень много персонажей. По факту это один большой набросок моих персонажей из истории, над которой я работаю. Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто знайте, что если она когда-нибудь всё-таки выйдет в виде комикса, вы всё её сами увидите. Если же нет, то просто полюбуйтесь персонажами. Они вроде прикольные. Ну что ж, а на этом всё. Вот все полноценки, которые я оселила за два дня. Это было сложно, но практика очень хорошая. Рекомендую. Рука болит, отзыв хороший. Ну, уже не болит. Уже болит по другой причине. Но об этом вы узнаете в следующем видео. Вот такая вам интрига. Что ж, на этом всё. Всех благодарю за просмотр и увидимся. А не отстоять. Очень важно. Помогите с продвижением видео, если оно вам понравилось. Спасибо.